Хвала Аллаху Субханахуа Та'аля, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду Саллаллаху Алейхи Ва Салям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха Субханахуа Та'аля должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха Субханахуа Та'аля должным образом. Аллах исправит ваше положение. Говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет великим преуспеянием. О, те, которые уверовали. Мы ранее в прошлой хутбе говорили о хадисе Джибриле Алейхи Ва Салям. И мы говорили о том, что Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля, для того, чтобы верующие познали свою религию, для того, чтобы верующие были стойки в своей религии, Аллах отправил к людям посланника Мухаммада Салаллаху Алейхи Ва Салям. Не спослал для них Писание и даже отправил Джибриле Алейхи Ва Салям, который научил нас, нашей религии. Чтобы каждый из нас понял, что такое Ислам, что такое Иман и что такое Ихсан. И когда человек принимал Ислам, следовал Исламу, он был стоек, подобно скале. Ведь Иман без знаний, он подобно листку, который лежит на поверхности земли. И легкий ветерок готов унести этот листок. И поэтому, после того, как ты сказал, «Альхамду лилля, я мусульманин», после того, как ты сказал, «О Аллах, свидетельствуй, что нет Божества достойного Тебя, достойного Тебя для поклонения», и что Мухаммад твой раб и посланник. Помни следующие слова Аллаха Субханахуа Та'аля. Аллах говорит, «Ахасибаннасу, айютраку, айякулю ааманна, вахум ла юфтанун». Аллах говорит, «Неужели люди считают, что после того, как они скажут, мы уверовали, неужели они считают, что они не будут испытаны?» Аллах говорит, «Мы испытывали тех, которые были до них». И поэтому, после Ислама, когда человек сказал, «Я мусульманин», и когда человек на протяжении всей своей жизни говорит, «Я мусульманин», знай, что за эти слова нужно ответить перед Аллахом Субханахуа Та'аля. Ведь испытание на прочность твоей веры будет испытывать сам Аллах. Был ли ты с Ним правдив, либо ты не был с Ним правдив. Аллах Субханахуа Та'аля знает, что такое Ислам, и знает, что такое иман, и знает, что такое быть мусульманином. И поэтому не оставил всего лишь для нас слова, которыми мы бы перед друг другом кичились или же утверждали и говорили, «Я мусульманин», и всего лишь. Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля для того, чтобы ты окреп, как мусульманин, для того, чтобы ты стал более близок к Аллаху, Аллах отправляет к тебе испытания. Испытания будут касаться всех и разных сфер твоей жизни. Кто-то встретит трудности в семье, кто-то встретит трудности среди близких, родных, кто-то на работе, кто-то в окружении, в обществе, в государстве и тому подобное. Но твои слова, «Я мусульманин», они подобны скале, либо же подобны лепестку. Аллах Субханахуа Та'аля говорит, говорит в Кур'ане, «Инн الذين قالوا Реб'но А escал, вот их изд fading, manifасть верней. кое-то не не rec paintings мусульманин, лайки В нет, мусульманином в acknowledgement которые жас Те, которые сказали «Мой Господь Аллах», а затем были стойки в религии, они были стойки в том, что говорят, в том, в чем убеждены. И на них нисходят ангелы, которые говорят им «Не бойтесь и не печальтесь, и обрадуйтесь раю, которому вы были обещаны». Мы ваши помощники на земле, то есть мы ваши помощники в этом мире и в будущей жизни. И вам все, что и для вас, или вас ожидает все, что пожелает ваша душа, и для вас все, что было вам обещано, подарком или вознаграждением от вашего прощающего и милостивающего Господа. О, те, которые уверовали. Аллах говорит, те, которые уверовали, те, которые сказали «Мой Господь Аллах», а затем были стойки, затем были стойки в религии, они были подобно скале, их ничто не могло пошатнуть. Быть стойким в религии, это не означает сказать «Я мусульманин, и я стойкий», нет. Твоя стойкость проверится Аллахом. Твоя стойкость проверится Аллахом после испытаний, которые постигнут тебя. На протяжении всей истории Земли и всего человечества, Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, показал людям, что даже пророки были испытаны, что самые приближенные к Аллаху были испытаны. Муса, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, все эти пророки, все пророки до них, они были испытаны. Посмотрите на историю Ибрахима, алейхиссалям, который после того, как утвердился и сказал «О Аллах, я уверовал тебя, как одного единого Господа». А затем, когда он начал призывать свой народ, и известна история с тем, как он разрушил идолов, они повелели. Царь этого селения повелел людям собрать огромный и большой костер для того, чтобы показательно Ибрахима, алейхиссалям, наказать, чтобы это было назиданием раз и навсегда для каждого, кто придет и скажет «Мой Господь Аллах». Ибрахим, алейхиссалям, без сомнения призывал своего отца и свою мать, но когда его посадили в катапульт, разожгли огромный огонь, усадили его туда и запустили. Прежде чем запустить, страх охватывает любого, ведь это естественный страх, бояться огня, воды, боли. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, отправляет к нему ангела Джибраиля и говорит, ангел Джибраиль говорит Ибрахиму, алейхиссалям, «Нуждаешься ли ты в помощи, помочь ли тебе?» Ибрахим, алейхиссалям, будучи стойким в религии, он сказал, «В тебе я не нуждаюсь, а нуждаюсь в Аллахе». Вот они запустили его, и он упал в середину огня. Аллах, субханаху ата'аля, сказал, «О огонь, будь мирой и прохладой для Ибрахима». Ибрахим, когда упал в огонь, огонь не обжигал его. В качестве благодарности Аллаху Ибрахим, алейхиссалям, упал в суджуд, упал в нить перед Аллахом. Наблюдая за этим, его мать сказала ему известные слова, «О Ибрахим, твой Господь не предал тебя. О Ибрахим, твой Господь не оставил тебя». Известная история, которую передает Ибн Аббас, рады Аллаху анхума. Это служанка у фараона, которая расчесывала волосы дочери фараона. Когда расческа упала из ее рук, она сказала, «Бисмилля», с именем Аллаха. Ведь она уверовала в Аллаху, субханаху ата'аля. Известно, что фараон боролся с Муса, алейхиссалям. Фараон прозвал себя и назвал себя Господом. И повелел людям поклоняться ему. И все люди поклонялись ему. Тогда эта девочка, которую она расчесывала, она сказала, «Ты имеешь в виду, Аллах – это мой отец? Господь – это мой отец?» Тогда она сказала, «Нет, это мой Господь и Господь твоего отца». Тогда эта девочка сказала, «Я непременно расскажу об этом отцу». И она рассказала отцу. Тогда фараон пригласил эту служанку и сказал ей, «Правда ли то, что я слышал?» Она сказала, «Да». Он ее спросил и сказал, «Господь, кто я?» Она ответила, «Нет». «Это мой Господь и твой Господь, Он – Аллах». Тогда он сказал, «Я непременно уничтожу тебя, подвергну наказанием тебя и всех твоих детей». Он повелел принести огромную кастрюлю, огромный чан, разжечь его, растопить в нем масло, довести до накаления масла и сжечь в этом костре, сжарить ее и ее детей. Тогда она сказала, «Я прошу тебя в одной просьбе. Когда ты нас убьешь, собери наши кости, мои и моих детей, в одно одеяние, в одно покрывало и закопай». Он сказал, «Я даю тебе обещание, я сделаю так». Затем на ее глазах по одному начали забрасывать в этот котел ее детей. Для того, чтобы она показательно перед всеми отказалась от своих слов и признала и сказала, что фараон Господь. Она терпела и была стойкой в своей вере. Но когда дошло дело до ее маленького младенца, который был у нее на руках, она немного вздрогнула. Она вздрогнула и как будто бы начала пошатываться и начала как будто бы сомневаться в том, что делает ли она правильно в том, что она стойка, либо нет. Тогда ее младенец в ее руках сказал ей, «О мать, будь стойкой, так как ты была стойкой». И она осталась стойкой. И они также ее убили. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в ночь Вознесения поднялся на небеса, он услышал прекрасный запах. И он спросил Джибрииля, «Что же за этот прекрасный запах?» Он сказал, «Это запах, издающийся от женщины, которая расчесывала и ее детей». Четыре ребенка заговорили, как говорит Абдулла Абн Аббас. Это Айса алейхи вассалям. Это свидетель Юсуфа. Это ребенок этой женщины. И ребенок Джирейджа. Либо же история связана с Джирейджем. Вот те, которые уверовали. Аллах, субханаху ата'аля, непременно испытает каждого. Испытания касаться будут или постигать будут человека в разных сферах его жизни. На оставление грехов, насколько он стоик в оставлении своих грехов. Испытания будут постигать его, насколько он стоик в соблюдении предписаний Аллаха. И насколько он стоик в истине, в своих правильных убеждениях. Аллах, субханаху ата'аля, испытывал всех. Испытает каждого. И пусть мы не будем обольщаться, что, аль-хамду лилля, я мусульманин, я родился мусульманином, или я 30 лет мусульманин. И не постигнет меня ничего. Мы окружены фитнес и искушением. И каждого Аллах, субханаху ата'аля, испытывает. Кого-то испытывает на уровне ислама, кого-то Аллах испытывает на уровне имана, кого-то на уровне ихсана. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, подвергался испытаниям. Его сподвижники подвергались испытаниям. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, говорит, те, которые были до вас, они испытывали в своей религии настолько, что их разрезали на части, разрубали на части, только для того, чтобы они отказались от своих убеждений. Только для того, чтобы они отказались от своей религии. Снимали с них скальп, сдирали их кожу, только для того, чтобы они отказались от своей религии. Испытание человека не обязательно должно касаться, что обязательно ему должно быть больно. Его разрубят, его посадят или еще что-либо. Искушение этого мира, богатства, должности, также испытание от Аллаха. Посланник Аллаха сказал, когда ему предлагали отказаться от пророчества, его женят на лучшие и красивые женщины. Ему дадут богатство, ему дадут власть. Он сказал, если в одну руку положат луну, а в другую солнце, я не откажусь от своего пророчества. То есть я не откажусь от Аллаха. И поэтому стойкость в религии. Посланник Аллаха часто делал дуа и говорил, Я мукаллибал кулуб, саббит кальби аля диник. О переворачивающие сердца. Укрепи мое сердце на твоей религии. Посланник Аллаха, салаллаху ассалям, будучи пророком, делал этот дуа. Мы нуждаемся в этом дуа каждый день. Утром и вечером. Ведь быть мусульманином, это не просто отпустить бороду, совершать пять раз намаз, или одеть хиджаб, и на этом все. Мусульманка сняла хиджаб, потому что она не может найти работу. Она не может выйти замуж. И она посчитала, что работу она лучше найдет. Это испытание. Если да, она раньше была начальником, а сегодня из-за хиджаба ей приходится работать продавцом или уборщиком, кто-то считает в этом моральное унижение. И что в исламе он не вверх ушел, а вниз. И не понимает, что сейтан всегда обманывает человека. Кто-то не выдерживает давления родных, родителей, мужа или жены, или детей, и говорит, ислам это не для меня. Ведь я потеряю или потерял всех, которые окружали меня. Тот, кто приобрел Аллаха должным образом, уверовал в Аллаха должным образом, он готов ради него променять кого угодно. Ведь посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто ищет довольство Аллаха в гневе людей, то есть он ищет довольство Аллаха, он совершает поступки, которыми доволен Аллах, даже если люди будут недовольны им, то Аллах обернет так, что будет доволен им Аллах и эти же люди. Но если человек ищет довольство людей, гневая тем самым Аллаха, то Аллах приведет и обернет ситуацию так, что человеком будут недовольны и разгневаны и Аллах, и эти люди. Если человек потеряет Аллаха, то кого же он приобретет? Он ничего не приобретет. И поэтому человек посредством испытаний укрепляется. Но знайте, испытание невозможно преодолеть без знаний. Иман без знаний, он слаб. И поэтому знания подталкивают человека быть стойким. Просите у Аллаха, субханаху ата'аля, прощения у тебя прощающие милосердия. Бисмиллахи рахмани рахим, الحمду лиллахи раббил алимин. Ассалату вассаламу аля ашрафи ланбия и валмурсалин набина Мухаммад ва аля алихи ва сахвихи аджмаин ва баад. Сейх алисалам и бин Тайми рахимаху Аллах сказал известные слова. Человеку может быть дан иман. Но иман с малым багажом знаний в скором времени может утеряться. Человек подвергнется испытанию, и иман выйдет с его сердца. Ислам, иман уйдет с его души. Подобно как Бану-Исраиль. У них была вера. Народ Муса алихи салам. У них была вера, но не было знаний. И поэтому они взяли себе теленка Богом. И поэтому человек, который уверовал и не силен в знаний, не требует знаний, то его вера слабая. И при испытании он может ее утерять. Подобно народу Бану-Исраиль. Тот же, который дарован был иманом, а затем подкрепил это знанием, то этот человек никогда не сможет потерять свою веру. то его, даже если пожелают его, лишить его веры, то он никогда не сможет лишиться ее. Ведь эта вера подкреплена не эмоциями, а знаниями убеждений. Известная история с Ахмадом ибн Хамбалем, рахимаху Аллах. Маймун ибн Асбах рассказывает, что однажды в Багдаде он услышал, что имам Ахмад, рахимаху Аллах, подвергается испытаниям. Известная ситуация того времени, когда появилось мнение о том, что Кур'ан это не речь Аллаха, а Кур'ан это творение Аллаха, что Кур'ан сотворен. Это мнение было непременно ошибочным. Каждый, который говорил о том, что Кур'ан сотворен, подразумевал, что Аллаха отсутствует речь и Аллах не разговаривает. Многие тогда пошатнулись, испугавшись наказания правителя. И вот привели имам Ахмада, который говорил, что Кур'ан это речь Аллаха. Ему сказали, откажись от своих слов. Ведь если он откажется от своих слов и скажет, что Кур'ан это творение Аллаха, значит, у Аллаха нет речи, значит, Аллах не говорит, значит, Аллах он неполноценен. Это наговор на Аллаха Субханаху ва Та'аля. И тогда ему сказали, либо мы тебе дадим, побьем тебя плетью, либо же ты откажешься. Он был стоик в своих словах. И тогда, когда дали ему первый удар плетью, он сказал, бисмилля. Он сказал, с именем Аллаха. Когда дали ему вторую плеть, он сказал, ла хавла ва ла куввата илля билля. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Когда дали ему он сказал, ла хавла ва ла куввата илля билля. Когда дали ему вторую плеть. Когда дали ему третью плеть, он прочитал аят из Кур'ана, где Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, «Скажи, нас не постигнет ничего, кроме того, что Аллах предписал нам». И когда дали ему четвертую плеть, он сказал, Кур'ан это речь Аллаха. И в этот день дали ему двадцать девять плетей. Но он остался стойким в своем убеждении. Я привел эту историю к тому, чтобы показать, что необязательно испытанием подвергнется только тот, который только уверовал и сказал, «Я мусульманин». Испытанием подвергнется каждый. И даже ученые подвергались испытанием и сегодня подвергаются. Каждый сегодня мусульманин, Аллах Субханаху ва Та'аля его испытывает по-своему. Но помните слова Аллаха, в которых он сказал, «Инна ллядзина калю раббун Аллах тумма ста каму». Те, которые сказали «Наш Господь Аллах», а затем были стойкими. Стойкость по причине знаний, стойкость по причине убеждений и стойкость и стойкость по причине веры. Таким должен быть мусульманин. Только так он сможет преодолеть множество испытаний. Кого-то Аллах испытывает на правдивость в деньгах. Женщину даровал Аллах ей красоту, даровал ей красивую внешность, и вот эту она красоту должна покрыть хиджабом. Не каждый хочет это сделать, но по причине стойкости своего имана она делает это. Не каждый хочет совершать пять раз намаз, ведь что скажут близкие, родные, друзья, но если он стойк в религии, неважно, что о нем думает и что ему скажет, он делает это. Когда он стоит перед искушением заработать халялем, заработать дозволенным методом или запретным, он из-за своей стойкости выберет дозволенный метод, из-за своей слабости он выберет запретный метод. Аллах испытает каждого в разных сферах его жизни и обязательно в разный этап его жизни, в молодости, либо же в ранней молодости, либо же когда он подрастет, либо же когда он достигнет старости. Просите у Аллаха стойкости религии. И помните, каковыми были стойкими пророки, каковыми были стойкими те, которые жили до нас из подвижники посланника Аллаха. Сегодня Аллах многим даровал стойкость. Сегодня люди так же стойки в религии. Различные политические устои или же качели не заставляют человека отойти от его религии. Не заставляют человека изменить принципом религии. Он на белое говорит белое, а на черное говорит черное. Не пытается из-за власти, не пытается из-за влияния, из-за богатства либо же из-за страха перед людьми не пытается изменить религию Аллаха, а тем более уже отказаться от нее. Я прошу Аллаха укрепить наши сердца на его религии, ведь он переворачивающий сердца. Я прошу Аллаха простить нам наши грехи явные и тайные, просить у Аллаха прощения, ведь он прощающий и милосердный. Субтитры создавал DimaTorzok